Сейчас люди говорят, что они любят не только окружающих, но и Бога. Если честно на это взглянуть, всё это связано только с выживанием. Пожалуйста, поймите, у вас есть потребности, которые нужно удовлетворять, даже если вы кого-то любите. Физические, эмоциональные, психологические, финансовые, социальные — так много потребностей, которые нужно удовлетворять. Мантра «Я люблю тебя» всегда замечательно работает для удовлетворения этих потребностей. Однажды Шанкаран Пылай пришёл в парк. На одной из скамеек в парке сидела красивая женщина. Он подошёл и сел на ту же скамейку. Через несколько минут он придвинулся к ней ближе. Она отодвинулась. Ещё через несколько минут он снова придвинулся ближе. Она отодвинулась. И оказалась на краю скамейки. Он снова придвинулся чуть ближе. Ей оставалось либо встать и уйти, либо сделать что-то ещё. Так что она оттолкнула его. Шанкаран Пылай подождал несколько минут. Был закат. Во время вечерних сумерек можно много чего сказать. Он встал на колени и сказал ей, «Я люблю тебя. Я люблю тебя так, как не любил никого в своей жизни». Это сумеречная зона. Если бы он это сказал в разгар дня, никто бы ему не поверил. Но был закат. Женщины падки на любовь, и она растаяла. Между ними всё произошло. Затем в 8 часов вечера Шанкаран Пылай внезапно вскочил и сказал, «Мне пора, надо идти». Она спросила, «Что? Ты уходишь? Ты сказал, что любишь меня». Она думает, что стоило ему только сказать, «Я тебя люблю», как они стали единым целым. Он сказал, «Нет-нет, мне пора. Меня жена ждёт. В 8 часов нужно быть дома». Так что «Я люблю тебя» — это как «Сим-Сим, откройся». Знаете эту сказку? Это хорошая мантра для того, чтобы получить то, что вы хотите. Любовь не возникнет, пока у вас есть потребности, потому что, куда бы вы ни шли, вам нужно будет удовлетворять свои потребности. Потребности есть. Поэтому в йоге мы никогда не говорим о любви, не потому что в ней нет ценности, а просто потому что, если вы попытаетесь любить, любовь не появится. Если вы преодолеете свои потребности, вы естественным образом станете любящими. Если у вас нет своих потребностей, вы будете способны на безмерную любовь. Когда у вас есть свои потребности, вы притворяетесь любящими. Но всё, что вы пытаетесь сделать — это удовлетворить свои потребности. Когда вы утверждаете, что любите кого-то, пожалуйста, поймите — это сделка, взаимовыгодное сотрудничество. Ты дашь мне это, я дам тебе то. Но если ты не дашь мне это, то я не дам тебе то, не так ли? Просто попробуйте и посмотрите. Придержите на некоторое время то, что вы должны давать другим людям, и посмотрите, что произойдет с любовными отношениями. Потребности нужно удовлетворять. Я не говорю, что ваша жизнь уродлива. Есть потребности, которые нужно удовлетворять, и вы их удовлетворяете. Эта сделка — всё в порядке. В этом есть своя красота. Когда люди готовы удовлетворять потребности друг друга. Но не называйте это любовью, при этом упуская любовь. Если вы будете называть что-то любовью, то истинная любовь никогда не случится. Не так ли? Допустим, сейчас у меня хорошие отношения, но когда-нибудь я хочу испытать и любовь. Не так ли? Оставайтесь открытыми. Не уничтожайте её. Называй тем, чем она не является. Оставайтесь. 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 Продолжение следует...